Рекордное количество бюджетных мест в этом году предлагает классический вуз Алтайского края. Порядка трех тысяч для всех ступеней образования. Более 500 из них на современные IT-направления. Они же популярны у абитуриентов. Многие цифровые направления АГУ разрабатывает под запрос современного рынка и в рамках программы «Приоритет». Я бы абитуриентам советовала ориентироваться на проходные баллы прошлого года. Они у нас размещены на сайте, можно спокойно с ними ознакомиться. И, конечно, плюс-минус, где-то свои шансы посмотреть. В Алтайском техническом университете помимо аналогичного спроса на IT-специальности отмечают бумно-инженерные направления. Вуз подготовил около двух тысяч бюджетных мест по всем уровням образования. В этом году отмечается интересная тенденция, что очень много заявлений именно на технические направления, такие мужские направления традиционно для технического университета – это машиностроение. Все, что связано с литейными производствами, с машинными аппаратами, пищевых производств. То есть, действительно, такие суровые инженерные специальности. Спрос на таких специалистов есть и со стороны работодателей, отмечают в учебном заведении. АлтГТУ сотрудничает с предприятиями и заводами края. Они помогают составлять образовательные программы и после выпуска забирают молодых специалистов к себе. В педуниверситете тоже ориентируются на современные запросы. Поэтому там готовы обучать педагогов смежных специальностей. Сейчас мы знаем, что в школах Алтайского края и вообще в школах не хватает математика, физиков. Соответственно, у нас открывается математика и физика как двухпрофильный бакалавриат. То есть, это будут учители физики и математики. Сейчас в школах активно используются доп. образование и программы по искусственному интеллекту. У нас открывается информатика и доп. образование и искусственный интеллект. В педуниверситете в этом году предоставят полторы тысячи бюджетных мест. В традиционном спросе – факультеты физкультуры, психологии, лингвистики, филологии. Но волнуются ли сами абитуриенты? Если посвятить год подготовке к ЕГЭ, то достаточно просто. Достаточно брать на 190 баллов, то уже поступишь. А если ничего не делать, то сложно, конечно. Но в любом случае есть колледжи и другие альтернативы. Поэтому получение образования – это на самом деле простая задача. Главное – не нервничать. Вы не нервничаете? Нервничаю. Пока подал только в Алтайский институт культуры. Ну, собираюсь там что-то в Москву подать. Ну, надежды мало, но попытка будет. Ну и что-нибудь еще выберу. Наверное, будет ПЕД. Средняя стоимость обучения очной формы бакалавриата в алтайских вузах составляет 80 тысяч рублей. А самая высокая – 208 тысяч. Подавать документы можно максимум в 5 вузов и по 5 направлений в каждом. Сейчас эту процедуру можно пройти через госуслуги. Но в приемных комиссиях подчеркнули, что лучше это делать офлайн, чтобы оценить потенциальное место учебы. Мария Мацая, Владислав Ковалев. День с толком.